В 19 лет Эдуард Занчаров получил ранение в Чечне, остался без ноги. С тех пор это его четвертый протез. Японскому колену не страшны ни холод, ни жара, ни экстремальные нагрузки. Но самое главное, искусственная конечность способна приспосабливаться хозяину. Человек-то здоровый регулирует же скорость, когда ходит. А у нас старые протезы, они на одну скорость отрегулированы, и с такой скоростью вот и будут. А тут уже будет как бы по здоровью ногу приспосабливаться. Самообучаемость – это значит сам коленный модуль. В процессе определенного количества времени, может быть, двух недель, месяца, узнает характер пациента, характер походки, его место, где он проживает. Устройство работает от батарейки, без подзарядки в течение двух лет. Потом Эдуарда ждут на техобслуживании. Кстати, японские электронные модули делают на том же заводе, который производит комплектующие для самолетов и поездов. Разработано для Боинга и просто уменьшено в масштабе, да, используется в этих коленных модулях. Все технологии, все жидкости, все электронные чипы управления, их энергопотребление, их резервные схемы безопасности на тот случай, если отказывает что-то. Кататься на лыжах, играть в мяч и ездить на велосипеде – новый электронный протез просто провоцирует на активный образ жизни. Именно такие молодые активные – первые в очереди на получение подобных модулей. Сами инвалиды за протез не платят, а вот Министерству соцзащиты каждый из них обойдется примерно 700 тысяч рублей. До конца года в протезно-ортопедическом предприятии установят еще два умных протеза. По следующему году вопрос остается открытым. Все зависит от того, сколько нам доведут основных средств, пока что 155 миллионов нам озвучили, сколько будет дополнительных средств с федерацией доведено. В зависимости от финансирования будет решаться вопрос о количестве приобретений. Уже известно, в конце августа министерство получит дополнительно 166 миллионов рублей на технические средства реабилитации. На эти деньги можно купить около 300 новых чудо-протезов. Минсоцзащиты готовы рассмотреть заявки от общественных организаций и обществ инвалидов.